Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на канале ВМЗАП и с вами я, Роман. Очередной интересный случай. Автомобиль Kia Sorento 2007 года с двигателем D4CB и пробег за 245 тысяч километров. Владелец очень долго ездил с гремящим и трещащим двигателем, который ему все время напоминал, дорогой друг, поменяй, пожалуйста, цепи, я тебя очень прошу об этом, ну поменяй же скорее, да, не могу я больше терпеть. Но владельцу было некогда, естественно, у него были какие-то важные дела, есть его личное право. Он на нем ездил, ездил и в конце концов двигатель не выдержал и сказал, все, с меня хватит и заглох. Попытавшись его завести, владелец понял, что какая-то проблема с цепями, потому что двигатель вращается легко и компрессии там не ощущается и не чувствуется. Поэтому все-таки ему пришлось приехать в автосервис для того, чтобы разобраться, в чем же случилась здесь проблема. Итак, автомобиль стоит у нас. Анатолий уже предварительно его осмотрел бегло, быстренько. А теперь мы приступаем к его ремонту. Итак, поехали! Всем день добрый! Очередной Соренто. Обрыв цепи ГРМ, двигатель Д4ЦБ, турбодизель. Так, разобрали мы там верхнюю цепь, верхняя была целая. Разобрали, поселили распредвалов, фаркера были сломаны. Сейчас мы там опустим и расскажем. Сейчас мы снимаем поддон, посмотрим, что там внизу, потому что предварительно оборвалась нижняя, может быть масляного насоса и так далее. Сейчас снимем поддон и крышечку и посмотрим, что там. Поддон стоит на герметике, поэтому берем вот такую стамесочку, молоточек и начинаем ее отбивать. Герметик серый, неоригинальный, поэтому здесь все гораздо проще он снимается, потому что оригинальный черный. Вот, сразу отвалилась цепь у нас. Это основная висит, масляного насоса тоже нету цепи. Здесь тоже у нас валяются обломки. Вот они цепи, то есть здесь цепь, здесь. Так, вот так здесь все, такая красота. Маслозаборники тоже затянуло кусочек. Так, сдергиваем крышечку. Что-то вываливается-то. Так, крышку надо сразу смотреть, не сломала ли ее. Очень часто ломают крышку здесь, в этом месте. Ну, визуально, вроде бы как целая. Помойте, почистится, будет понятно. Что мы видим? Вот, вот такая у нас красота. Здесь все поломало, растянуло. Сейчас мы ее опустим и будем смотреть снизу. Вот этот натяжитель масляного насоса. Видно, что, то есть, прям какое-то время она еще работала, гремела. Уж прям так жестко проточила. Ну, тут, конечно, особо непонятно. Цепь это не цепь. Масляный насос. Скорее всего, все произошло очень быстро. Очень быстро. Поэтому сказать, какая цепь. Ну, то, что есть на успокоителях, довольно большой износ, говорит о том, что цепь была на грани. Так, еще снимаем маслозаборник. Нам сейчас необходимо. Потом мы будем, конечно, здесь все мыть. Будем смотреть наличие стружки, вкладыши. Двигатель сам проворачивали. Он прекрасно крутится. Назад откидывает. То есть, в подозрении, что задрало вкладыши, пока у нас не было. Шайба у нас, кстати, под форсунками не были сгоревшие. Форсунки очень хорошо вышли. Поэтому нет сажи. Нет сажи и нет такого налета какого-то. Так, ну, ничего этого не вижу. Заборники. Ну, если что-то и есть, то сейчас будем в поддоне смотреть за ней. Красота. Балансировочные валы. Вот они. Если был бы задир, то назад бы вряд ли они возвращались. Корпус вового баланса. Хода нет. Осевого. Шестерня. Вкладыш, конечно, болтается, но не критично. Здесь тоже все прекрасно ходит. Так, смотрим наличие зубов. Не отломало ли зубы, не загнуло ли наши шестерни. Так, все зубки целые, ничего не погнуло. Масляный насос. Тоже у нас вращается довольно хорошо. Нет ощущения, что там что-то заклинило. Вот он даже отбрасывает назад. То есть, без проблем все тут работает. Так, сейчас наша задача проверить, вымыть поддон и проверить наличие всей этой. Нет ли здесь вкладышей. Масло довольно густое, поэтому приходится вымывать, чтобы все увидеть. Так, убираем крупные оболомки. У нас есть уже такая коробочка. Здесь также герметик есть. Вот у нас игольчатый подшипник от рокеров сверху. Посыпался вниз. Есть такая крупная алюминиевая стружка, но это никак не вкладыши. На вкладыши не похоже. То есть, что-то выдергивало, вырывало прям вот кусками. Вот этот стальной кусок вырвало. Вкладыши я, конечно, не вижу здесь. Опять же, если это были бы вкладыши, то двигатель отворачался с каким-то усилием. То есть, усилий у нас ничего нет. Мы сверху вытащили рокера. Вот они вот так выглядят. Вот у нас рокера. Тут мы покидали весь этот металлолом, который вытащили из головки. Смотрите, есть такой момент. Момент вот. Очень редко, но клапан здесь гнет. Все-таки здесь он вертикально, но все же загибает. Бывают такие случаи. У нас здесь было все переломано. Все уже я убрал, удалил. То есть, магнитиком все прошлись. Первое, что нужно. Посмотреть, на одном ли уровне стоят клапана. Второе, надо простукать по ним. Клапан, когда не зажат, не загнут, будет и задавать звонкий звук. То есть, у нас будет два звука. Пуск и выпуск. Вот он. Выпуск, другой звук. То есть, один звук отдает выпускной коллектор, второй выпуск. И также, даже очень-очень немного может подогнуть, проверить загнуло ли. Мы, допустим, берем через тряпочку воздушный пистолет и дуем туда воздух. То есть, я уже прошелся, продул. Выглядит это примерно вот так. Если какой-то из клапанов будет загнут, впуск или выпуск, то при попадании воздуха он будет уходить и будет характерный звук, что он пропускает. Вот, допустим, сейчас мы дунем. И опять же, в системе не будет давления в камере. То есть, видите, да? Давление держит. И так мы прошли все четыре цилиндра. Во всех четырех цилиндрах одно и то же. То есть, мы давим, подаем воздух, систему слушаем, не уходит ли, не шипит ли, в отпуск или выпуск. И после чего уже под давлением, допустим, если система дает 8 бар, то вышибает. Просто мы не способны удержать. Так, ну что у нас? Рокера, гидрокомпенсаторы идут однозначно все под замену. Удар пришелся по всем. Может быть, есть какая-то микротрещина или что-то. Какие-то прям сломанные пополам. Рисковать из-за одного рокера там не будем. По цепям нам понятно, что тут тоже будет замена. Вот. И по насосу масляному сейчас уже будем тоже решать, что будет происходить. Также там были обнаружены вот ремешочки. Мы вам показывали. Вот так довольно прям страшновато выглядит ремень. То есть, он полопался. Эти уже куски стали отлетать. Вот они от него. Ремешок будем менять. И ролик приводного ремня один, обычный. Так, ну что, в принципе, все. Сейчас будем согласовывать. Все остальное мы проверили. Интеркулер, патрубки интеркулера, турбокомпрессор. То есть, визуально все покрутили. Все шкивы покачали, все проверили. Вот основная, то есть, у нас сейчас получается ролик, ремень, комплект рокеров гидрокомпенсаторов, прокладка клапанной крышки. Кольца шайбы под топливные форсунки у нас будут идти. Также сделаем фрезеровку колодцев. Заменим новые болты под форсунки. Ну и комплект с цепей и сальник коленвала. Также будут расходники охлаждающая жидкость, масло и масляный фильтр. В принципе, все. Радиаторы также, если вы сняли целый блок, вот он стоит у нас, необходимо уточнить, мылись ли они, чистили или что-то делалось. В нашем случае все чисто, потому что радиатор не так давно менялся. Вот, кондейный. Я там все поглядел, все чистенько, все хорошо. Тут проблем с ним нет. То есть мыть мы его не будем. Ну а теперь давайте посмотрим, какие же новые запчасти мы будем устанавливать на этот двигатель. А сейчас немного предыстории опять отключемся. Данный владелец был у нас пару месяцев назад на диагностике двигателя с жалобой, что как-то там не так работает мотор. Продиагностировав, пришли к выводу, что требуется заменить клапан управления турбиной и порекомендовали заменить цепи. На что владелец сказал, хорошо, я подумаю, но по всей видимости сумма, которая была озвучена ему в тот раз, была достаточно большой. И владелец решил потянуть, как уже было сказано. Ну тянул, тянул, дотянул в конце концов. Когда обралась цепь, теперь сюда приехал на ремонт. И уже, когда все было оборвано, решил выполнить в конце концов все пожелания, какие были ему сказаны. Вот поэтому здесь будет заменен клапан управления турбиной. Также будет заменен, ну это топливный фильтр, две цепи привода распределительного механизма, цепь привода масляного насоса, успокоители, натяжители, сальники, башмаки всех цепей. Это тоже два натяжителя. Будут заменены прокладка под клапанную крышку, ролик приводного ремня свистит. Сальник говорил, обязательно, каждый раз при снятии установки топливных форсунок, обязательно меняются уплотнительные медные кольца под форсунками. Вот они будут заменены. Это у нас масляный фильтр. Ну а масло мы будем использовать в двигателе вот такое, тот Татачи 540. Для дизеля самое оно. Теперь нам осталось дождаться запуска двигателя. Сейчас меня автомобиль, кажется, задавит. Табыли показать и рассказать. Здесь, поскольку был обрыв цепи, естественно, были заменены рокеры и гидронатяжители. Они вот сейчас в головке уже установлены новые. Анатолий просто очень быстрый механик у нас. Мы за ним не успеваем. Вот он даже сюда пришел. Отогнал. Хотел рассказать какую-то тайну важную. Да, есть одна такая тайна. Есть такая тайна. Очень часто приезжают с вакуумным насосом. Допустим, люди хотят приобрести не вакуумный насос, а вот такую муфту вакуумного насоса. Потому что она сломана. Либо одно ушко, либо оба ушка. Самое страшное развитие события, то, что делают люди, это сломанный вакуумный насос и согнутый распредвал. Он очень легко гнется. Если, допустим, сейчас джеймпишный не оригинал, они идут цельный вал, эти идут трубчатые. И очень легко гнуться. Смотрите, есть такой момент вот здесь. Сейчас мы поставили, посели распредвалов, все помыли, все почистили, устанавливают. Вот очень часто, вот она, смотрите, как стоит. То есть она не попадает вот здесь, да? Ее берут, затягивают с передней части. Необходимо всегда опустить, вот, чтобы свободно стоял самый низ. И затягиваем всегда с той стороны. То есть начинаем постель. Прижимаем пальцем на последнем бугеле. И затягиваем здесь болт. И все, вот она муфта. И муфта обязательно должна быть по метке вверх стоять. То есть кто-то, если ставит ее на 90 градусов, то есть если у нас на 9 часов или 3 часа, это неправильно. И когда ее путают, я же говорю, вот от этой муфты либо отламывает, либо гнет распредвалов в этом месте. Ну, то есть одна из таких главных частей. Все, теперь можно это устанавливать уже, когда видно. И будем затягивать. Делаем первичную затяжку. где-то 0,6-0,8 ньютона. Потом установим шестерни. Прокрутим. Повертим. Если все хорошо, ничего не подкусывает. Также нужно будет в момент прокручивания следить за рокерами. Иногда они выскакивают в сторону. Вот. И когда уже все убедились, что все хорошо, то есть уже фиксируем, если не ошибаюсь, 1,3-1,5 ньютона. То есть фиксируем постель, болты. И все. Здесь, в принципе, вот заканчиваем. Очень часто люди спрашивают, то есть эту муфту насоса вакуумную. Также, когда при обломе муфты, деформируется корпус в вакуумный насос. То есть, когда давит на валу, и там внутри, сзади корпус, он идет в деформации. И есть риск, что насос у вас не будет долго работать. Поэтому вот так вот есть муфточка, допустим, отдельно. Это редко. Если, допустим, от сломанных насосов, от каких-то, которые перестали качать, мы снимаем. Но в целом, то есть, эта муфта идет только с насосом. То есть, если вы сломали, насос стоит порядка 10-12 тысяч. Либо к фрезеровщику знакомому, который может вытащить эту муфточку. Ну, не знаю, сможет ли он вытащить. Были люди, которые пытались это сделать, но не получилось. Там она, допустим, я вам не советую, потому что здесь такая непростая форма. Вот он квадрат. С пасками еще. Она не совсем прямоугольная, к тому же. Да-да-да. Поэтому не так будет просто ее сделать. Отсюда видно, что она с такими. Хитрой очень формы. Вот. Поэтому, я думаю, любой токарь какой-то там не сделает ее просто так. То есть, не получится. Поэтому, насос свои берегите. И не ошибайтесь. Все, я сейчас буду протягивать, проверять, фиксировать. А потом приступим к сборке цепи. Под цепям у нас уже здесь, в принципе, все решено. Вот так вообще, да? Берегите себя. Берегите себя, да. Из твоих деньги, которые вы отдаете нам потом. Ну что, как скажет Роман. Дорогие друзья, будем заводить. Так. Будем пытаться заводить. Да. Контрольный. Делаем замер давления масла. Мы покрутили стартером со снятыми разъемами на форсунках. Прокачали топливо. И прокачали гидронатяжители. На турбине шланчик снимаем. И это наш первый пробный запуск. Если что-то пойдет не так, не удивляйтесь. Мы будем первыми. Да. Не заводится. Значит, не накачали топливо еще. У нас еще регулятор здесь имеется. Ну вот, вроде все. Накачали. Так. Еще раз проверяем все датчики. Давление топливное. Все на местах. Топливо есть. Запуск. Завелась. Прекрасно работает. О. Вот этот звук. Это был гидрокомпенсатор. Он выставлял зазор на клапане. Поэтому мы в опускной коллектору услышали, как она цокает. Так. Шайбочки у нас были новые. Знаете, да? Гидрокомпенсаторы. Цепи. Когда мы его более так скомпактно соберем, скомпонуем, то прогреем. Работать он будет гораздо тише. Сейчас у нас отсутствует интеркулер. Сейчас у нас отсутствует интеркулер. Все остальное. Это у нас был пробный запуск. Попробовали. Сейчас еще раз попробуем заглушить, снова запустить. Ну, что, с полуоборота прям. Все работает довольно успешно. Все вышло. Дело в том, что сегодня утром мы в 9 начали. Сейчас время, наверное, шестой час. Сколько роман? Пол шестого. Пол шестого. Пол шестого. Сегодня до 8 вечера, до окончания мы закончим данную работу. То есть день. Это замена гидрокомпенсаторов и замена цепей ГРМ. Итак, дорогие друзья. Все собрано, установлено. Радиаторы поставлены. Давайте заведем. И посмотрим, послушаем вернее, как он работает. Прекрасно работает двигатель. Ну, а теперь попрошу в кабинет. Выполняйте наши рекомендации. Не тяните с ремонтом. Если говорят вам, что нужно это делать, делайте. В противном случае сумма ремонта выливается в достаточно большие деньги. Итак, подведем итог. По работам у нас получилось 26 тысяч рублей. По запасным частям вышло на 54 тысячи рублей. На этом дело, я считаю, можно закрыть. Ну, а вы пишите комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Ну, а с вами был я, Роман. И наш лучший мастер Анатолий. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова